здравствуйте уважаемые зрители вы на канале деревенский закохоз с вами василий мы как всегда находимся в голубийской в прекрасном месте на южном берегу азовского моря великолепнейшие пляжи море фантастическая у нас уже закончились эти шторма мега шторма я понимаю что вам уже это все надоело я сам как не открою тут youtube или какие-то новости все разговоры про эти шторма слава богу у нас голубийской все в порядке как всегда нас не затронул этот шторм местами конечно есть у нас веселые такие интересные моменты разнесло здесь парк аттракционов мы по мелочи какие-то были порвало тут местами где-то у каких-то хозяев крыши полетали а в остальном все хорошо как тут зритель описал основном все хорошо прекрасно маркиза вы сами видите вот куда уж лучше все на месте все на месте старые какие-то разрушенные постройки тоже на месте я вот теперь когда мимо вот этого прохожу пансионата надежи вспоминаю все время у нас у человека такого интересного встретил он спасал медуз я когда шел с той стороны с пляжей района кавказ вот посмотрите конечно местами есть веселые такие но это как обычно у нас ничего страшного и вот здесь его встретил я давно уже хотел поговорить с такими людьми поклонниками видимо там греты тунберг или гринписа почему ребята вы спасаете медуз вот видите вот у нас стали сегодня местами на берегу чисто а местами вот еще попадается по мелочи и он мне рассказал я вам оставлю эту ссылочку на это видео посмотрите обязательно вот это кажется а он еще попался такой веселый человек это очень надо видеть посмотрите ссылку оставлю вот поэтому интересно у нас люди бывают в голубийской а вы сами видите вот какая у нас благодать везде там какие-то разрушения какие-то набережные вот эти все разрушена отели у этих бедных миллионеров разрушены а у нас голубийской хорошо нечему разрушаться у нас нет ни набережных каких-то ничего такого нет у нас только дикий пляжах дикие вот такие хорошие пляжи красота просто невероятно обратите внимание а больше нам принципе ничего и не надо не страшно вам никакие ураганы потопа ветра абсолютно не страшно а мы сейчас идем пляжу района кавказ вот я этот отрезок покажу цель сегодня у меня дойти на дикий пляж вот возможно у нас там люди стоят интересные я вам покажу у меня все равно есть туда как бы выписанный билет от вас вы просили пройти на дикий пляж уже около на 10 человек я все не могу туда добраться то погода то дела какие-то и вот нужно конечно это сделать сегодня любым способом если опять нигде тут не тормознуть по каким-то обстоятельствам делам обязательно покажу пока не знаю будет ли это одним видео или несколькими так здесь тоже все хорошо вот смотрите море кстати так до сих пор и не вернулась назад видимо ветер куда-то выгнал какую-то его часть хотя я понимаю что это смешно звучит сообщающие сосуды и так далее вот мы же через керчевский пролив черным морем кубань впадает здесь дон разовское море но все равно друзья обратите внимание вот кто любит голубийскую часто смотрит видео посмотрите где море обычно она вот здесь рядом с этими постройками как их называют незаконными вот это мой знакомый сейчас мы немножко тут выключим поговорим вот друзья все-таки есть у нас вот ребята сюда ходят даже зимой но это наш местный человек такой я не буду его показ привет передам если видео там опять поговорили тут немножко на он тоже вот заметить заметил заметил мы сейчас разговаривали что море не вернулась назад не вернулась и нет сейчас я тоже с одним человеком тут переписывать как бы он тоже такой поисковик многолетний стаж у него в этом деле очень интересный человек и потом покажу и вот он говорит василий вот это вот что намело здесь я видео показывают это волны но он так думает но я друзья показывал у нас слава богу шторм ну не произошло у нас катаклизма если бы у нас ветер поменялся вот конкретно на северный после того как южный ветер я уже показывал видео туда воду все угонял а на северное побережье азовского моря потом он сменился на юго-западный стал угонять вот туда как раз таганровский залив сейчас там подтопление сильные в город вода зашла вот и она так еще не вернулась мы учат поговорили тоже на эту тему видите вот у нас не вернулось еще море и не было у нас волн сильных вот это все ветер залезал вот эти все вот посмотрите такие красивые пейзажи вот очень красиво это все смотрится пляжи такие удивительные ветрище был очень сильный южный он бы даже не пустил сюда волны я показывал одном из видео что барашки были вот там вот подальше от берега прям реальных барашки очень мощные волны на северном побережье туда уже шли наверняка ну и слава богу как мы уже знаем голубийской это рай на земле просто какой-то абсолютный рай любые катаклизмы вообще на стороной входят особенно вот эти южные ветра опасно там и в анапе и везде проблемы на черноморском побережье южный она видели в грузии там дошло да там батуми и так далее кадры конечно страшные как эти волны обрушивались на берег но мне если честно это уже вот надоело я говорю вроде как бы смотришь я понимаю у вас тут пишет а василий уже надоело это море там снимать другое я стараюсь снимать просто у меня нет такой цели там конкретно какой-то контент пили чтобы там ну канал такой просто для отдыха попадаются люди зрители просят я снимаю там какие-то сюжеты вот посмотрите кстати только что я выложил про участок в пересыпи вот там база отдыха лето есть у нас такой шикарнейшее место мои шикарнейшие просто какое-то невероятно фантастическое это там 7 соток по цене узнавайте у хозяина я вы знаете не занимаюсь нам этой торговлей перепродажи там недвижимости там домов и так далее я помогаю людям обращайтесь кстати кому надо помочь даже через канал очень быстро уходят дома квартиры вот поэтому я снимаю такие сюжеты кстати скоро я выпущу видео зритель прислал из санкт-петербурга хорошие очень люди у меня была идея меня в питер приглашали нас и дочка опять дети но я не могу ездить такие поездки не прошу друзья вот там эти хейтеры не прошу вот перекреститесь просто у меня нет возможности если бы на билеты были деньги я бы поехал в питер сейчас с ретучий и вот эти люди а даже мне жилье как бы обещали выделить там да но до чего хорошие люди я вот в этом плане попадаются просто до незнакомый как бы по суде человек а вот мог помочь мне то есть там сколько там 10 дней или семь дней как получалось бы у нас и и я бы прокатился с удовольствием вот поэтому как бы и я вот от души предложил такой вариант пришлите видео может быть через канал уйдет у нас много людей с санкт-петербурга тоже смотрит может кому квартира это и пригодится они там записали короткое видео я его на канале тоже выложу так посмотрите какая красота вот у меня летом есть видео где вот здесь вот этого вообще пляжа не друзья вот здесь камни были только до какие-то старые блоки здесь советских времен а вот это вообще все было снесено вот этого пляжа не было это для тех людей кто пишет что на азовском море не бывает там сильных штормов и так далее вот кстати вот этого вообще пляжа вообще не было где-то тут наверно метра а на метр минимум вот это все было обрыв снесено видео у меня тоже на канале есть если у меня сейчас хватит тут место уже для этих ссылок я вам оставлю красота конечно люди переживали за эти пляжи это вот у нас есть пляж района кавказ фантастический просто фантастический посмотрите где можем увидеть такое друзья только где-то на мальдивах бразилии в испании до какой-нибудь такую красоту я конечно не беру вот эти постройки они у нас зимой всегда в таком состоянии летом здесь будет для нового зрителя сказываю очень весело покушать можно будет выпить потанцевать попеть очень хорошие места будет все благоустроено летний такой антураж будет присутствовать везде вот кстати камеры здесь но у меня зрители и писали что камеры сейчас не работают усилить заходи почаще сюда вот я кстати еще с собакам зайду но наверно на обратном пути его там я вижу парочку захожу всегда сюда покормить их сейчас тут людей мало а их здесь много в районе кавказ потому что летом они знают вот эти места где люди кормят их и живут потому что летом здесь конечно наплыв большой вы сами знаете кто здесь отдыхал в общем у нас голубицкой столько пляжей у меня есть целый плейлист про эти пляжи я показывал на видео все чтобы выбрать жилье вот если вам один пляж понравится значит можно тут и жилье искать посмотрите этот плейлист сейчас я покормлю их тут немного угощу так о сколько бежит у сразу иди иди сюда иди я и обещал прийти у меня тогда кончился корм я сейчас погодите у меня с собой подождите ждать 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 все ждать так друзья я сейчас отключусь и потому что неудобно тут одной рукой сейчас погодите бедом и тебе да все иди ешь я там бросил иди иди все друзья идем дальше вот они же как дети эти собаки пройти невозможно мимо них надо обязательно не просят просят все пока идите там доедайте смотри вон где ваша подруга там это кушает я еще же несу туда там еще одни собаки живут на диком пляже я потом вам покажу сейчас пока просто вот по этим пляжам пройдемся по району кавказ вот видите вот как вот да вот приходится сердце крови обливается я бы сейчас им весь пакет бы высыпал но у меня еще другие задачи есть вот там вот еще собаки у нас и потом еще вернуться найти здесь еще одну собаку вот именно одну я тут ее показывал а нет наверное не показывал и не ну как покажу если что если найду они же здесь иногда бывает вот так вот бегают по пляжу я здесь остатки смотрю они у нас не купаются а раньше вот эта бандочка да они постоянно здесь в море бегут прыгают плавают резвятся здесь очень интересная жизнь летом потому что и все тут ну как бы заботятся о них люди вы сами наверняка знаете тут недавно кстати наши зрители были так они приехали а тоже видео смотрят привезли сторожам здесь ну как я и говорил что у кого есть возможность привозите прямо напрямую сторожам то есть он продуктов корма для собак потому что у нас здесь вот ребята которые охраняют эти базы вот они тут и подкаливают этих животных слава богу вот еще люди приезжают посмотрите вот вот у нас там парочка гуляет еще люди приезжают приходят сейчас у нас так и раннее утро что вы так людей будет побольше днем у нас даже и не вставлять вот на лужах и вот здесь вот на песке у нас лежит и не сейчас его наверно вам не видно будет вот видите где дорога идет это все и не такой с утра очень красиво ну как бы заморозок такой небольшой ночью видно был а сейчас солнце моментально это все растопит будет хорошо вот ваши пляжи друзья любимые смотрите наконец-то я сюда попал работы какие-то ведутся люди кстати готовятся активно сезону до красота где вот такие пляжи чего можно увидеть только гаубицкая вообще красота а море какое правильно зрители пишут носили вот такое бы море летом кто-то любит вот тихий ай ты молодец 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 кто-то любит тихое море но кто-то любит и такое азовское море когда волны покупаться так хорошо понырять волнах у нас уже много людей таких любителей раньше я здесь с людьми знакомлюсь общаюсь когда гуляю так без камеры разговариваешь да из камеры бывал а вот показываю так сказать на личном примере да и вообще когда люди купаются дети взрослые взрослые сначала такие кто боится волн говорят а что с этими людьми они что с ума сошли вот как они лезут волны они просто не знают что у нас не она по там не черное море где есть тягуны где волны действительно опасны у нас азовское море нет такой таких тягунов у нас вот там очень подальше в море есть отмель такая там примерно где-то ниже колена вода его даже при всем желании если вы тягуны и были не сможет унести поэтому и безопасно вот и они когда это все понимают видят сами так сказать пройдут все и начинают волнах купаться плавать конечно он все равно аккуратным быть но это в любом случае даже в ванной комнате до или где-то в душевой кабинке вы по-любому ведете себя там адекватно как-то в пьяном состоянии заходить нельзя вот единственное что у нас вот появилась после того шторма сильного летнего кстати посмотрите видео вот мне надо обязательно ссылку на него ставить чтобы вы понимали как как бывает шторм вот конкретно здесь где мы идем бушевало море вот представьте она доходила сюда это утром ранним когда уже шторм упал а ночью вот вода уходила туда аж на дорогу местами прорывалась а вот такой вот был штормяра это конечно а примерно чтобы вы понимали здесь наверно высота будет наверное метра полтора то есть вот как поднялось море вот эти волны что она уходила вот туда перехлёстывала здесь и забочки различные так далее и вот ну да я оставлю это надо видеть у меня к сожалению тогда микрофон как бы звук до чего сильный ветер был звук хрипящий там получился я что-то говорил говорил там ну и слава богу я вставил музыку получилось очень так эпично хорошо рыба выброшенная здесь было люди утром выходили сидели буквально но это все можно на видео увидеть вот и зазевавшись там влюбленную парочки да там друг другом такие увлеченные их просто сносила вода волнами здесь они сидели такие кайфовали ну там у меня на кадре есть и волна короче ночью тут надо посмотреть вот посмотрите обязательно это видео просто фантастическое вы поймете как вот море бывает душует вот просто переходила здесь вода это вообще сложно поверить я не знаю будет ли вам виден уклон вот именно ночью ночью к сожалению мне видео невозможно записать так куда-то они пошли у нас на частную территорию собаки странно но для них это может быть и их территория да не частно вот посмотрите где-то вышка тоже вот бушевала вода тут и зонтики снесло какие-то летние такие приспособы для детишек тут ну знаете вот эти бассейны и так далее этот забор кстати подзавалило так он и стоит тут тоже похоже будет классная база слава богу этот кусок земли выкупили он был долго заброшен а сейчас все очень хорошо как дымком пахнет что-то жгут где-то а там я смотрю работают ребята до фундамент какой заливается отлично вот посмотрите это у нас здесь олимп спорткомплекс тоже как бы район кавказ новый района района кавказ тут домики деревянные такие красивые вы знаете какие виды не знаю будет ли засветка солнцем я вам сейчас немножко приближу красота можем уважаемые зрители даже не знаю идти мне дальше кто-то люди просят по длиннее видео снимать а может давайте я и прогуляюсь мало ли может у кого-то есть такое настроение погулять по голубицкой давайте я вам наверно пройду покажу так бы я сейчас закончил это видео вот потому что очень много вот этих просьб я сейчас как раз и сделал и ну вернее снял на видео вот эти пляжи люди скучают ну то ситуация какая друзья я же сам переехал сюда 11 лет назад приезжали мы в голубицкую сюда где-то но 14 лет назад на первый раз приехали я кстати потом познакомлю человеком вас у кого первый раз вот мы здесь жилье снимали тоже очень добрый человек он просто мы тут плутали мы же доезжали на ауди здесь у меня 80 была старенькая аудюшечка классно ведь 91 года раньше камер не было мы доезжали сюда за 28 часов кто знает какие раньше были пробки и в ростовской области в воронеже там ночью поймет как это быстро спали там менялись за рулем часа два там дороге да а вот палатки там и все и приезжали сюда получалось три четыре раза в год приехать потому что там расход бензина маленькие 6 300 примерно то по трассе бывает и меньше если так а не гнать там 180 как я там любил раньше ездить вот поэтому очень экономно было сюда приезжать и поэтому я как бы понимаю вот ваши все чувства да как вы ностальгию вашу дом по голубицкой поэтому морю по песку вот поэтому я и снимаю вот когда санперебуде ты находишься до какой-то зимой вот как сейчас у вас снег там или слякоть или мороз или вот этот ветер сильный а вот бывалочи откроешь венца с собой привезенного до из коснодарского края домашнего только конечно вот бокальчик коньячку хорошего если и на не хочется до стопочку нальешь чтобы даже не выпить а просто вот этот аромат вкус лета почувствовать да вот голубицкая вот эта вся красота красивые девушки здесь мясо шашлычки то есть хорошие продукты вот я вас прекрасно понимаю вы когда здесь палаточка приезжайте со своими семьями да ваша супруга счастливая дети счастливые хочу вы тут довольны старенькая машинка у кого можно подшаманить здесь подкрасить немножко да какие-то ржавые то вещи то есть она уезжает отсюда от моря хорошем таком состоянии бодреньком самадных отдохнувшие каждому свое вот эти ассоциации ваши до каждого свои девушки наши тут загорают приезжают к себе туда загоревшие красивые вот на север потом на них там все смотрят я же когда петель и будут летом новые зрители не знают посмотреть у меня есть целый турист санкт-петербург закохоз там санкт-петербурге по как-то так называется а вот и мы там гуляли я гулял с друзьями там короче встречался со своими там и так далее и я в одно видео назвал санкт-петербург город белых ночей белых ног и белого пуха я конечно но я отвык от такого я уже сколько не были да вот и когда я приехал там все девушки ходят с белыми ногами а мне повезло как всегда и вам вместе со мной кстати тоже должно вести моя удача должна к вам передаваться вот я приехал в питере такая погода установилась вот практически все 10 дней я там был и там было тепло хорошо красиво там такие пляжи великолепные красивые но невероятно в общем и все белые вот представляете когда же с юга приезжаешь вам-то это нормально вы привыкли на севере а для нас это уже как-то странно смотрится ты как попадаешь на какую-то другую планету вот так что у нас тут происходит камни убрали что ли ну да сейчас мы подойдем здесь вам покажу вам нудийский пляж чуть подальше его перегораживали вот такими камнями тут база отдыха очень интересно такая как бы тайное место тут вроде ничего не сдается люди живут так видно свои какие-то как саде и санкт-петербурге в озерках тоже есть такие места я тоже вам снимал как захватываются по-настоящему берега не как у нас голубицкой какие-то советские здания старые которые еще остались советских времен просто кто не знает у нас море было дальше от берега метров на 15 на 20 местами вот а сейчас она просто подходит сюда и старые советские здания оказываются на берегу нет такого что у нас он прям захватывает берег есть одно место интересно там дом построили какой-то непонятный и он ну там вот стоит как бы но это новостроен в отдел но это может быть он как сказать он может быть разрешен до разрешение есть может быть на 100 на его месте был дом какой-то в советское время так-то меня люди спрашивают почему у вас так строят и так далее я не знаю друзья если как бы стоит дом значит разрешение получено архитектуры что он да вот это все решает наверняка по закону о кофе лавка так чем кормили наггетсы картофель фри картофель деревенский блины с мясом отбивная куриная сэндвич вичина сэндвич буженина но неплохо американо латте капучино хорошо кормили прилично так можно отдыхать ай на море вставляете да сейчас бы кофейку пока кстати машины я не вижу так машины не вижу тут видно далеко вот там вот у нас портим рюка наверно да придется отдельные видео писать это очень долго туда мне еще идти долго даже запишу я все-таки отдельным видео если там наши люди есть вот да пока не вижу на ближе подойти может они нам в кустах спрятались посмотрим сейчас дойдем до нудийского пляжа и буду заканчивать видео вот этот кусок какая же благодать у нас но что-то подозрительно посмотрите какие тучи идут надо мне успеть и да я наверно сейчас по быстренькому ускорить потому что что-то мне не нравится вот эти вот тучи напоминает затишье перед бурей вот посмотрите здесь у нас уже практически нудийский пляж тут хозяева этой базы вот этой тайной перегородили им дорогу камнями но этих наших нудистов палаточников различных спасает сама природа посмотрите да им перегородили дорогу но песок начинает заметать эти места посмотрите начинает заметать и скоро вот это место будет свободно то есть пляж для нудистов друзья скоро откроется они пытались и тут проезжать но тут все тут у нас и рыбаки и все и просто такие туристы проезжают но почему я называю вот это место нудийским пляжем потому что там вот у нас дальше эти бесконечные пляжи идут а вот эти наши люди кто просто но они любят так вот отдыхать друзья ничего не поделаешь они любят загорать полностью вот им тут недалеко от голубийской вы сами видите да я показал вот эти все пляжи район кавказ и так далее дальше им идти видимо лень вот туда они вот здесь располагаются а тут у нас позволяет место вы сами видите это как бы не какие-то там до маленькие пляжи в суку там где-то начинноморском побережье или там густо населенные как в анапе или маленькие там такие ярдинские пляжи опять меня сейчас заклюют я ялтицы ну друзья ну что я могу сделать делаю ялте такие пляжи найдете там нудистам сложно загорать а у нас вот пожалуйста да вот здесь они тут расстилают там эти коврики короче покрывается полотенца и отдыхают люди я бы просто так не говорил я живите вот шарик везде там по кушарям по разным там то туда бегут тоже подарками я же летом тут через день бывал со зрителями тут встречался вот так же люди приезжали на машине вот в общем вот интересно друзья история интересно здесь голубийской старые зрители все это знают видели а новых зрителей присоединяется очень много на канал и они мне просто те же самые вопросы как бы и задают я почему и вынужден там не сидите что это все знает вынужден это повторять потому что но это даже невежливо будет если я не буду рассказывать там кстати водичка поднялась а мы сейчас с вами еще посмотрим я еще про одну просьбу забыл показать ведутся ли работы здесь тоже история была интересная люди даже мне присылали уже картинки готового комплекса жилого в этом месте вы можете себе представить а в этом месте уже стоял комплекс жилой на картинках красивый такой продавались в нем квартиру уже хоржу василий а зрители написали василий проверь пожалуйста как и как там дела строится что-то или или это просто какой-то там кидал как обычно да у нас бывает о какие озера интересны вот я конечно же показывал рассказывал но подготовка шла ничего как вы видите не строится ничего нет вот но подготовка шла бешеными темпами сюда возили грунт подсыпали очень сильно подсыпали где-то наверно метр если не выше делали планировку видно что-то собирались строить но сейчас но мы еще дойдем вот этого места на второе еще место есть такое сейчас я пока вижу тишина никаких машин ух ребята я даже не знаю я наверно буду заканчивать а метну сейчас в ускоренном темпе что-то я чувствую дождик будет час так я отключаю друзья всем удачи счастья побегу практически бегом на дикий пляж а там у нас рыбаки вот не вовремя я там прошел видите у нас человек на лодке на резиновой рыбачок какой-то больше у меня о приближает видите а то опять кого-то селит и врешь нету никаких рыбаков уход друзья такая у нас голубицка интересно сто процентов рыбачок сто процентов даже где-то сеточка стоит ну я считаю это хорошо это нормально тут местные жители имеют право хоть там тебе там рыбки какой-то поймать в общем не знаю друзья что там ловится красота какие вот места не хочу даже выключать ладно все всем удачи и счастья следите за каналом смотрите следующую серию а вот сейчас будем дикий пляж снимать люди просили нужно это сделать до свидания